Готовим потрясающий итальянский десерт тирамису. Я предлагаю сделать его в виде торта. Это не классический рецепт, в составе крема нет яиц. Я использую бисквитные палочки Савоярти Бисканова. Для крема идеально подходит маскарпоне, голбани, жирностью 41%, с приятным сливочным вкусом и кремообразной консистенцией. У меня ликер тирамису канари крепостью 15%. Можно обойтись и без него, это по желанию. Без алкоголя этот десерт получается слишком простым, но все равно очень вкусным. Для посыпки торта нужен какао-порошок. Для декора сделаем шарики и шоколадную стружку. Ярким акцентом будет коктейльная вишня и мята. Начнем с кофе. Можно использовать и растворимые, и свежесваренный. На свой вкус. В емкость высыпать кофе. Влить кипяток. Размешать. Для удобства я использую стеклянный контейнер с плоским дном, который легко помещается в печенье Савоярти. Оставить до полного остывания. Торт собираю в квадратной форме без дна размером 20 на 20 сантиметров на подложке. Можно в любой форме, но удобнее в квадратной или прямоугольной. Тирамису легко и аккуратно извлекается из формы, если применить ацетатную пленку. Чтобы торт получился прямоугольным, нужно согнуть пленку на углах. У меня пленка высотой 8 сантиметров. Вместо пленки можно взять пергаментную бумагу, пакет для запекания или файл. Просто нужно нарезать на полоски. Вместо соединения зафиксировать канцелярской скрепкой. Подготовлю бисквитные палочки, так как они не помещаются в форму, края совсем немного обрежу. Обрезки пригодятся для декора. Позже из них сделаю кейк-попсы. Это смесь крема и бисквитных крошек в виде шариков. Молочный шоколад натереть на крупной терке. Он должен быть обязательно холодным. Вот такая мелкая стружка получается. Крем готовится очень просто. Ничего отдельно не нужно взбивать. В миску выложить маскарпоне, влить в сливки, добавить сахарную пудру с ванилином, немного перемешать. Взбить на минимальной скорости миксера до однородной консистенции. Кстати, маскарпоне и сливки должны быть холодными. Все ингредиенты соединяются очень быстро. Старайтесь не перевзбить. Крем довольно густой получается. Ложку крема отложи для кейк-попсов. В остывший кофе влить ликер. Хорошо перемешать. Окунуть савоярди в пропитку и сразу вынуть. Выложить в форму. Я укладываю к бортику срезанным краем. Так боковая часть готового торта будет интереснее смотреться. Дольше одной секунды держать не стоит, так как печенье сильно впитает жидкость и очень размокнет. Укладывать савоярди нужно плотно друг к другу. В один слой помещается 14 штук. Крем разделить пополам. Выложить одну часть на печенье и равномерно распределить. Посыпать мелким тертым шоколадом. Сверху уложить еще один слой смоченных в пропитке бисквитных палочек. Советую разместить емкость с пропиткой максимально близко к форме. Так и удобнее и аккуратнее. Выложить оставшийся крем. Равномерно распределить по всей поверхности печенья. Хочу, чтобы поверхность торта была не идеально ровная, поэтому сделаю произвольные мазки лопаткой. Накрыть десерт пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 6 часов. Лучше на ночь. Из оставшихся палочек и обрезков можно сделать кейк попсу. Печенье смочить в пропитке. Выложить в миску. Немного размять вилкой. Добавить крем, который отложили и все хорошо перемешать. Из получившейся массы сформировать шарики. Убрать в холодильник на ночь. Для декора с помощью овощечистки сделать тонкую длинную стружку из шоколада. Шоколад не должен быть холодным, иначе будет крошиться. Вот такая стружка получается. Достать шарики и еще раз все хорошо скатать. В пиалу добавить остатки тертого шоколада, положить шарик и обвалять. Остальные шарики обкатать в какао-порошке. Вынуть тирамису из холодильника. Убрать пищевую пленку. Провести ножом между формой и ацетатной пленкой. Снять аккуратно форму. Плотно посыпать поверхность какао-порошком. Снять ацетатную пленку. Выложить сверху кейк-попсы. Добавить шоколадную стружку. Разложить коктейльную вишню. Украсить листиками мяты. Такой торт тирамису это прекрасный вариант для праздничного стола, романтичного ужина или просто, когда хочется чего-то вкусненького. После холодильника крем отлично схватывается и торт хорошо держит форму. Поэтому легко резать на порции. Десерт получается очень нежный, не слишком сладкий. С приятным вкусом и ароматом кофе. С легкой горчинкой какао и нежным сливочным кремом. А вот вариант декора, когда больше добавила кейк-попсов и вишен на торт. Это уже зависит от вашей фантазии. Покажу еще один вариант, как просто, быстро и красиво можно украсить торт. Вилкой сделать произвольные линии. Перед подачей обильно посыпать какао-порошком. Разложить коктейльную вишню. Украсить листиками мяты. Приготовьте этот потрясающий торт и наслаждайтесь вкусом. Субтитры подогнал «Симон»!